Печерский район и суд отпустил меня в Одессу на заседание федерации. Скукота редкая. Многие из вас ко мне обращаются с просьбой порекомендовать место по кроссовкам, ну и как показывает опыт, по одежде тоже. Прям чувствуешь себя каким-то спайдерменом. Вот это вот начался приход, пять лет каналом занимались, бегали. Let me introduce. Это справжний-справжний голливудский режиссер и продюсер. Сегодня мы в Яцках. Здесь проводится единственный в Украине международный старт по конным пробегам. Нас здесь сквальнули. Оставайтесь на канале, ставьте палец и подписывайте друзей. Здесь будет много хорошей информации и интересной для тех, кто любит бег и триатлон, и вообще спорт. Поехали! Дорогие друзья, сегодня мы в Яцках. Здесь проводится единственный в Украине международный старт по конным пробегам. Международный в самом натуральном смысле этого слова. В этом году мы имеем наконец-то наших зарубежных гостей с лошадями. Сюда приехал фантастический состав судьи и ветер. Это у нас сленг такой вет, вет, доктора, ветеринарные доктора. Мы приняли где-то 20 участников. Договорились с Джоу, что этот старт будет традиционным. Он каждый год будет международным. И мы попробуем популяризовать таким образом Endurance в Украине. Конные пробеги в Украине станут нормальным спортом. Это классный вид спорта для всех, кто неравнодушен к лошадям. Для всех, кто имеет отношение хоть какое-то к лошадям. Приезжайте на старты, тренируйтесь, популяризируйте старт. Мы хотим здесь 200 участников, 300 участников. Мы их сможем принять. Самые гостеприимные судьи, самые гостеприимные хозяева. Приезжайте. Здесь классные трассы, красивые места, красивейшие места и фантастическая природа. В прошлом году шел снег, а сегодня у нас классная солнечная погода. И 18 градусов, несмотря на то, что 28 октября на календаре. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья! Дорогие друзья! Мы с вами попали в самый лучший магазин по спортинвентарю для бега, который называется Unran Lab. Многие из вас ко мне обращаются с просьбой порекомендовать место. Вот я считаю, что это лучшая точка по кроссовкам. Ну и как показывает опыт по одежде тоже. Их вообще всего две в Киеве. Одна находится на улице с Долбуновской, а вторая находится в Лавине Мол. Лавина Мол такой большой, что вам обязательно надо там воспользоваться каким-то путеводителем и мы еще там снимем кроссовки. А пока я вам расскажу, как надо одеваться. Когда на улице еще не слишком холодно, но уже слишком холодно для того, чтобы бегать в летней одежде. Сейчас мы выбираем одежду, скажем так, от плюс трех до, наверное, плюс одиннадцати. Почему одиннадцати? Ну даже, наверное, тринадцати. Когда меньше трех, это уже холодно и надо уже одевать зимнюю одежду. И тот вариант, который я вам предложу, он будет слишком холодный. Правило номер один. Не надо думать, что надо одеваться очень тепло, потому что ваше сердце и так сильно работает часто и перегружать его перегревом тела не надо. Правило номер два. Правило номер два. Запомните, самое важное. Сразу после бега надо переодеться в сухое. Причем это включает даже ваши мокрые трусы. Если вы прибежали в такую погоду, вы на сто процентов вспотели. Надо сразу снять все мокрое и сразу одеть все сухое. А потом делать все остальное. Пить чай, растягиваться, садиться в холодную машину, куда-то ехать, даже если недалеко. Все надо делать потом. Два слова, почему остановился на нью-балансе. Первое. Здесь есть несколько брендов. Здесь есть Mizuno, здесь есть New Balance, здесь есть Adidas и Asics. Комменты по поводу нью-баланса. Для меня нью-баланс это самое лучшее соотношение цена-качество и при этом самый вот такой красивый стильный дизайн. Это касается и просто одежды, и casual. Mizuno. Mizuno пробовал, одни кроссовки взял, купил. Не взял, а купил. Болел у меня ахилл в нем. Вот не знаю, может быть не повезло, может модель не моя. Но вот хожу в ней, только хожу, не бегаю. Nike. Nike считаю переоценка цена-качество. Самые дорогие вещи. Не могу сказать, что самые лучшие. Они, конечно, стильные, но, как правило, в два раза дороже, чем New Balance. Вот для меня такое вот понимание. Adidas на 10% дешевле, чем Майк. Печерский район и суд отпустил меня в Одессу на заседание Федерации. Скукота редкая, но календарь приняли. И самое главное, любители будут заниматься триатлоном в Украине. Что нужно любителям? Любителям нужен офлайн. Любителям нужно касание. Им нужно стоять на старте со звездами. Им нужно вместе с профессионалами участвовать в соревнованиях. Тогда они будут знать. Не надо разделять эти два вида спорта. Для многих любителей очень важно, они все участвуют в наших украинских соревнованиях, как некие подготовительные этапы для участия потом в Ironman. Поэтому, если спросить мое мнение как вице-президента, я против отделения чемпионата Украины в длинной дистанции от Харькова. Даже с учетом того, что это будет просто менее зрелищно. Надо, чтобы на стартах было максимальное количество людей, чтобы там стартовали и любители, и профессионалы с одной линии. Тогда это будет массово и зрелищно. У меня сегодня выходной, и мы едем за Любомиром Ливыцким и будем с ним жарить мясо, пить вино. И он будет рассказывать о том, как делается кинобизнес в Голливуде. Он интереснейший парень. Любомир позитивный, креативный парень с совершенно западным, даже голливудским мышлением. Он делает экшены, он делает украинские экшены, он делает качественное экшен кино с смыслом по американской технологии. Она является все равно самой лучшей. Кому бы она там не нравилась, кто бы там что ни говорил, но это есть на самом деле так. Мы сегодня будем жарить мясо, снимать видео. Я буду интервьюировать его. Даже это будет разговор просто за грилем. Он приехал на три дня снять какой-то рекламный ролик. Это правильный голливудский режиссер и продюсер. Любомир Ливыцкий. Он сегодня в гостях у нас с козочками. Одна у меня, звичайная мета, это бизнес. Потому что индустрия работает только через голливудскую дистрибьюцию. Хотя на сегодняшний день, я тебе скажу, что киноиндустрия в Голливуде переживает очень непростой период. Все большие студии, они уже сейчас, ну, майже, ну, дихо, загинаются. Есть только две студии, это я пояснюю, есть только две студии в Голливуде, которые реально зарабатывают. Это студия Universal и это студия Disney. Потому что ни одна великая студия не зарабатывает именно на кино. Прибуток основной из субпортных доходов. Начинается от парков, сувениров, одежды, игрушек. Поэтому они сейчас не идут в какие-то серьезные риски. Поэтому начинает дальше працювать стратегия сиквелов, уже раскрученных брендов. Где найменший риск, понимаешь? Где ты можешь вкласти в фильм 100 миллионов и еще, например, 50 в рекламу. И ты знаешь, что ты вернешь все деньги и трое там зарабатываешь. Сейчас серьезнейшим конкурентом великих студий стал Netflix. Потому что ребята, пока студии держали монополию, начиная от кинозвірок, заканчивающие кинотеатрами, Netflix тихонько делал кнопочки на пультах. Они залезли в каждый день. И эти чуваки отреждаются от кинозвіроков тем, что им не нужно делать рекламу. Им не нужно придумывать дополнительное промо, затягнуть глядача куда-то. Глядач уже дома. Ему достатньо купить деньги. У них уже кнопочка. Да, да, ты понимаешь? И сейчас, на сегодняшний день, Netflix начинает засыпать все деньги. Они начинают купить величезных режиссеров. Они купили, как Микла Бея, с Рейнером Райвенсом, на великого проекта за 200 миллионов. Это не будет в кинопрокате, в кино. И я тебе скажу, что самый большой риск будет, когда в один день они просто знищат прокатное векно, потому что на сегодняшний день, например, мы имеем в кинопрокат. И после кинопроката только через месяц-два-три можно увидеть этот фильм в интернете. Что они хотят сделать? Они хотят сократить полностью векно до трех дней. Или параллельно. Они хотят сделать параллельную премьеру. Чтобы люди имели выбор сразу дома смотреться. Это автоматически убьет 50% кинопроката. И мейджеры загублять просто то, что они сейчас вот так тримают. Они жили за 100 лет. И уже все эксперты сказали. И Кемерон, и Spielberg. Что это станет? Питальный час. Поэтому мы проживаем в ростке очень долго. Такий период изменений, знаешь. Ну а? Если говорить про Украину, это какая-то база для съемки каких-то шматков? Для продакшену? Украина? Нет. Украина может давать сервис. Украина сейчас есть новый закон, который позволяет делать так же текстер-бейтс, повернение податков. Потому что, например, в Канаде наибольшая часть снимается американских фильмов. Многие кто помиляется. Они думают, что в Лос-Анджелесе все снимается. Там 90% всех других других проектов снимается в Канаде. И из Европы. Это и Чехия, и Угорщина. В Будапеште можно встретить Брюса Виллеса в кафе. Скажи, сколько стоит Брэд Питт? Брэд Питт, где-то как и Брюс Виллес, где-то миллион в день. Очень крутой чувак, которого я очень сильно считаю. Он такой модем из референсных продюсеров для меня. Это Джейсон Блаум в Голливуде. Глядачы его могут знать за работами «Паразормальные явища». Из последних фильмов это был фильм «Пастка». Это продюсер, который тратит очень мало на производство, который покупает уникальные идеи, который развивает эти уникальные идеи. И у него прямой контракт с Universal на дистрибьюцию. И они делают просто феноменальные вещи. Если взять его паранормальное явление, он взял фильм за 180 тысяч долларов в своем доме. И бокс-офис скал 200-миллион. Фильм «Пастка» они взяли за 3,5 миллиона долларов. Без кино-зирок. И бокс-офис скал 240 миллионов долларов. Но надо понимать еще и математику. А поясни мне, если он первый сделал такой successful story из «Экстрафис», почему он второй раз снова пошел? Это мой прикол. Он говорит, что это не очень круто. То есть за 100 миллионов может каждый дурень, да? Да. Он говорит, что чем я отличаюсь от других продюсеров, он говорит, что это очень простая речь. Потому что в основном Голливуд это про славу. Все хотят стать великими. Он говорит, что я не хочу. Мне достаточно. Моя технология такая. Если я сделаю 100 миллионов долларов, то я наступный фильм уже сделаю 100 миллионов долларов. Я сделаю снова за 3 миллионов долларов. И я буду это делать постоянно. Потому что это моя стратегия. Ты понимаешь, что иногда может быть классная история, погано вписана, погано подана. Это как ежа. Можно сраву хорошо подать, хорошо приготовить. Все зависит от мастера. Все зависит от мастера. Как кухар приготовить страву. И каждый кухар приготовит по-режному. Так же ты пойдешь к кухару, который приготовит классно. Так же и сценарист. Хороший сценарист, он реально випишет тебе очень хорошую историю. А рейтинг залежит, если Оскар взял, то рейтинг зростаёт? Зростаёт, конечно. В порядке? В бокс-офисе. В бокс-офисе навіть. Если фильм с участью в «Кензирке» выбрал великую классу, то моментально все растет. Все на экономике. Все. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... По хромоте коллегиум ветеринаров. По задней ноге супертонус, задней ноги правой. Ехал я спокойно. Приехал за час 48, 24 километра. Очень берег кобылу. Галопом работал совсем чуть-чуть. День отличный. Такое впечатление, что последний в этом году. 28 октября солнце. В рубашке тепло. Слушайте, ну обидно, конечно. Ну вторая кобыла, дай бог, пройдет одну мездочку. Поэтому надо две кобылы. Это как два велосипеда. А лучше три. И хотел еще сказать, что если у вас есть лошадка, то 20 километров это самое то, с чего начинать. Вы можете взять и 20 километров проехать гонку. Здесь много лошадей. Есть такая практика, что надо обязательно социализировать лошадь и приезжать на старт. Пару слов, зачем нужны квалификационные старты. Дело все в том, что в профессиональном спорте есть горячие ребята, которые, если без ограничения скорости, загоняют лошадей. Так вот, чтобы лошадь подготовлена была, делают одну двадцатку, две сороковки, две восьмидесятки с ик ограничением скорости. Как правило, ограничение скорости 15-16 километров в час. Не быстрее 15-16 километров в час. И немедленнее, чем 9 или 10, как правило. Вот сегодня у нас были ограничения 16-10. Здесь немедленнее, чем 10 и не быстрее, чем 16. Я проехал, наверное, вообще за 12 с половиной или 13. Я сознательно вообще не обращал внимания на время. Ну, просто спокойно ехал и все. Потому что была задача доехать. Но задача не выполнена. Лошадь то ли недовосстановилась в последней гонке, то ли не понимаю почему. Но, ну, короче, у нас здесь квалинат. Походу, буду комментировать. Вот, надо одеть три вещи, да. Первое, тайсы на ноги. Они должны быть тонкие. Я покажу, чем толстые отличаются от тонких. Тонкая, тонкая с драйфита штучка. Очень важно, чтобы эта кофта была с длинным рукавом и очень тонкая. Не надо одевать толстую с начесом и не надо одевать хэбэ. Хэбэ намокает, натирает соски. На кроссах больше 15-18 километров. У вас есть большой шанс натереть соски до крови и они будут кровоточить. Поэтому этого делать не надо. Сверху надо одеть что-то тонкое. Тонкая ветровка, виндстоппер. Толстая. Если вот есть уже прослойка с пухом, я бы вот это одевал уже на температуру, наверное, минус 5. У меня, конечно, свой теплообмен. Он у вас может быть какой-то другой, но в целом это так. Пару слов о носках. Считаю лучшими носками на земле для бега фальки. Испробовал миллиард всяких носков. Почему? Специализированные компании, которые делают носки типа New Balance, Asics, они очень быстро приходят в негодность. Всякие резинки, они рассыхаются, садятся и получаются с дырками. У меня есть фальки носки, в которых я бегаю вообще 12 лет. Два слова по поводу, какие должны быть носки в такую погоду. Обязательно носки должны длинные быть, для того, чтобы закрывать вот эту часть икроножной. Ахилл должен быть закрыт. Не должно быть ситуации, когда вы одеваете летний носок, который заканчивается здесь. А треньки заканчиваются вот здесь. И вы выбегаете с голым носком, а на улице минус 3, а вернее плюс 3, а вы можете бежать. И еще может пойти снег или дождь, и еще какая-то, или еще какая-то болячка. Поэтому обязательно одевайте длинные носки. Сколько у вас носки стоят? 610. Это у нас получается ценник примерно 20 евро. Ну, европейская цена на самом деле. Я в Германии покупал фальки за 17-16 евро. Часто задаваемый вопрос, можно ли бегать в трех четвертях, в какую погоду. Я в трех четвертях бегал вчера. На улице было 15 градусов. Я бегал в трех четвертях и в высоком носке. Было не холодно. Чтобы сделать голливудскую карьеру, нужно быть в Лос-Анджелесе 5 лет безвозвездным. Ну, как безвозвездным. Ты сейчас выехал на три дня, и все. Нет, я имею в виду, что нужно жить в Лос-Анджелесе 5 лет, чтобы створить вокруг себя правильное комьюнити, чтобы выйти в доверие, чтобы сделать какой-то проект. Потому что Лос-Анджелес – это такое место, я тебе скажу, которое забирает очень много времени. Крадает время страшное. Основная причина в том, что люди очень часто работают. Очень часто работают. Я, когда приехал в Лос-Анджелес, я сначала, знаешь, с киевским темпом приехал. Так, все, рвать. Ты мне сказал, чувак, успокойся. Wait, wait, relax. Это не Нью-Йорк, чувак. Тут Каліфорния, солнечко пече. Тут легализованная трава. Будь спокойный. Ты не покори. Да, будь спокойный. В Украине снятий фильм – это очень быстро. Знаешь, что с ним дальше делать? Что с ним дальше делать? Как деньги отримать? Так, все украинские проекты – это избыточные проекты. Все. Просто в Украине. В начале. В начале. В украинском кино экономики нет. А шедевры? Как створятся шедевры? Шедевры створятся другими. И как на них заработают? Дивись, на них не заработают как раз. Не заработают? Нет, на шедеврах не заработают. Они работают им я? Это как Олимпиада для спортсменов? 100%. Как стать великим режиссером? Треба быть великим, народиться? Нет, ты знаешь, я тебе так скажу. Треба мати щитки своє бачення и не загубить себя. Самое главное. Потому что много кто приезжает в такое место, как Лос-Анджелес, и губит себя. Очень просто. Потому что первый удар они принимают. Это страшная конкуренция. Ну, уяви собі, уяви собі тендер, уяви собі тендер, в якому ти берешь участь. Там, ну, просто умовно, давай, идемо від кіно. От уяви компанія, яка робить тендер на якесь місце. На одне місце, наприклад, 16 тысяч людей, 15 тысяч. Не уявляю. Можешь собі являти, сильные продолжают бомбить далі, но не факт, что они не потратят 10 лет, знаешь, и могут жить нижчими. Есть третий способ, например, который я выбрал. Третий направь работы – это создать свой проект. То есть ты стаешь инициатором проекта. А сколько тебе стоит жить в Лей? В месяц? Да. В месяц я тебе так скажу, что с семьей жить в Лос-Анджелесе – это приблизительно «Розхидная часть» – это 5 тысяч долларов. Это очень впритый. Это так, просто закрывать с нулей. Все украинские фильмы – это люди с притягнутыми руками. И я звук предлагать, а не просить, понимаешь? Потому что, ну, я втемился просить. Мы сделали первый украинский фильм. Ever. Все фильмы были в российском дубляже. Потому что все копии, которые прокатывались в Украине, они уже были откатаны копией в Россию, понимаешь? И тут появились мы. Нам никто не верил. Все крутили там фальшем біля скрони. Так, сказали, что это не реально. Украинское кино, что смешно. Так и появился наш фильм. Единственное, что у нас не было ни копийки на промо-компанию. Мы познакомимся с Потапом. И Потап запропонувал нам сантрек до Штольня. Но самое главное, что у нас не было денег на большую рекламу. Мы договорились с агенцией рекламными заклеивать битборди за три дни до выборов, когда потише наступает. Они же заклеивают белыми аркушами. А мы договорились заклеивать нашими постами. Недорого. Бесплатно. И что это говорит? Про то, что в Украине нужно быть очень креативным. Флексибл. Розкажу тебе, как прожить математика с Галлівкином. 50% из каждого кладка всегда забирают к кинотеатры. Усюм свитом. Усюм свитом. То есть, если фильм забрал миллион, то 50-500 тысяч забирают к кинотеатры. Далее, стоит в черзе дистрибьютор, который сначала забирает деньги, вкладывая рекламу, а потом забирает свои 12-10% дистрибьютор. По контракту. После этого уже... А дистрибьютор до тебя приходит и говорит, что я тебе обещаю вкладывать столько-то в рекламу, я хочу в 12%. А какой в тебе любимый фильм? Один из моих любимых режиссеров Майкл Бэй, на которого я равняюсь по фитилистике, по картинке, это один из его фильмов, который называется Перл Харбор. Мне там очень понравилась история. Это один из фильмов, который я увидел в настоящем кино. Минемальный бюджет в голливудском кино это 3 миллиона, 3,5 миллиона, ну там не меньше трех. И я, маючи достаток малобюджетного кино в Украине, я зрозумію, что... А если я применюю всю самую формулу только там? И мы реально зараз вийшли на бюджет 1 миллион 300. И я зрозумію, что я сделаю фильм за все эти гроши, то виглядать он будет минимум на 5. Это будет твой квиток в Голливуд. Но я тебе сказал, что у меня первая мета – это кинобизнес, а надметой – это популяризация Украины в мире. То, что меня мотивирует, то, что меня заставляет, в принципе, это делать все. Потому что просто заради грошей не хочется все делать, а реально сделать популярность в Украине мне хочется. И, опять же, я не тот режиссер, который будет представлять Украину через кинофестивали. Я тот режиссер, который будет делать фильмы, которые будут смотреться в целом свете, и понимать, что эта история имеет привязку к Украине. Я же ходил на селфі-пай. Тебе повернути гроши? Чому? С нами был Любомир Левицкий, украинский продюсер и режиссер, который поехал шукать счастье в Голливуд. И это через 10 лет будет просто unbelievable видео. А это просто будет нереально. Я больше всего люблю ASICS NUSA. Я перепробовал в своей жизни, боюсь даже сказать, считаю 30-40, наверное, я думаю, что 50 пар кроссовок у меня было. 50 пар примерно, между 40 и 50. Могу сказать следующее, что NUSA я больше всего люблю. Она весит 250 грамм один кроссовок. Я даже недавно сравнивал с Adidas и они весили на 55 грамм меньше. NUSA перестали выпускать. Начали выпускать вместо NUSA DinoFlight 3. И в осеннем варианте они со светоотражением. Попробую, побегаю, расскажу, как это выглядит. Собственно, предыдущая версия этих кроссовок у меня была. Она мне нравилась. Единственное, что я могу сказать по поводу нее, что как-то я попал в сильный дождь, и она раскорячилась, и потом не собралась назад. И получилось, что они такие вот кривые остались, а при этом я еще подбегал перед этим в них. И у меня так получается, что благодаря технике бега стирается вот наружная часть, передняя часть стопы. И к тому времени, после того, как они разлезлись, они уже не собрались. И они не эксплуатируются, кроме как для прогулки в лесу с собакой или с сыном. Или с сыном и собакой. Попробуем сегодня бежать в очень тонких фальке. Вообще, такая пограничная погода сейчас, типа 5-7-10. Рекомендую прям смотреть на градусник перед выходом и на тренировку. Мне больше всего нравятся хэбэшные перчатки, потому что хэбэшными лучше всего вытирать пот. Не надо стесняться высмаркиваться, вытираться, вытирать пот. И на тактильном ощущении у вас должны быть такие штуки, для того, чтобы у вас не было никакого раздражения. Прям чувствуешь себя каким-то спайдерменом. Я где-то посеял свой underwear датчик, поэтому буду ориентироваться по часам. А обычно зимой от часа я одеваю на куртку и бегаю сверху. Но здесь сейчас есть датчик пульса на новых гарминах. Ну, не таких уже и новых, 935-х. Соответственно, придется тыкать, а потом бежать. Да, еще один очень важный момент. Я, кстати, пришел к этому выводу совсем недавно. Раньше в гарминах стоп-старт и лэпы были две кнопки. И иногда, когда ты бежал с кем-то, ты кого-то тыкал, и он отбивал тебе либо лэп, либо стопал. А сейчас кнопки стали здесь, и это гораздо удобнее. Друзья, все, кто придут в магазин Run Lab, нас долбуновская, а также в ссылконе Run Lab в лавину мол, получат по хэштегу бегущий банкир 20% скидку. Стоки не работают, на стоки и так они дают 50%. Поэтому на все новые коллекции вы получаете 20%. Вот это вот начался приход от того, что вообще-то занимались 5 лет рекламы, бегали, вернее, не 5 лет рекламы, 5 лет каналом занимались, бегали, побежали, 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 побежали. Ну, вообще, мне очень нравится New Balance. Ну, чего стоит только этот капюшон? Просто офигенный. Да, кстати, кто придет в Run Lab, и по промокоду Бегущий Банкир, можно получить скидку 20%. Ну, посмотрим, как это будет работать, я не знаю. Проверим, насколько я для вас авторитетный парень по форме, кроссовкам. Да, еще, кстати, если вы будете много покупать, то я сделаю обзор кроссовок с Run Lab. Погнали, чтобы не замерзать. Это Кевин Кроук, это мой наставник в Endurance, это мой учитель, это мой вдохновитель, это мега-мега крутой чел. Кевин приехал к нам главным судьей, к нам в Яцьке, и сейчас я задам Кевину пару вопросов по поводу Endurance в Украине и по поводу того, какие тенденции есть в мире. Я хочу, чтобы было так, как в Словакии, как в Юкей, во Франции. Что мы должны делать, чтобы... Я вам говорю об этом. И напоследок, скажи, пожалуйста, ты уже третий раз в Украине. Назови три причины, почему иностранцы должны приехать сюда. Мы хорошо понимаем. Другая причина, что у нас есть хорошие треки, и что у нас нет смысла в путешествии, если у нас есть плохие треки. У нас есть хорошие треки. Треки. И третий раз, я думаю, это возможно, это комбинация, в том, что у нас есть энтузиазм в людей, которые учатся. Они учатся. Но у нас есть, что я бы хотел сказать, что у нас есть Ирши треки. Вы очень хоспитабель. Они очень щедрые. Они очень щедрые. Окей. Если у нас есть все эти вещи вместе... Эй! Эти вещи есть? Все. Существующая комбинация. Да. Добро пожаловать в джангл. Сейчас будем встречаться с самыми топовыми, топовыми, притоповыми белогонами Украины. Вот. Привет! Привет! Ребята, видео снимается 31 октября. Оно выйдет в эфир гораздо позже. Гораздо позже. Суть вопроса. Давай, говори. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова